Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Выводы» и я, Виктория Лобецкая. Очередная рабочая неделя миновала, отметившись самыми разнообразными событиями. О самых значимых и заметных расскажем прямо сейчас. И вот о чем вы узнаете в первую очередь. Не наказать, а предупредить. О чем инспекторы МЧС беседуют с рыбаками на льду. За счет чего региону удается покупать больше квартир детям-сиротам. От них зависит, как общество воспринимает власть. Какие еще установки обозначил Владимир Путин. Главам российских муниципалитетов. Из заметных тем минувшей недели. Рыбаков все так же гоняли. Они на лед на машинах выезжают. Для людей по-прежнему не доходит информация, что подобное запрещено и карается законом. Предусмотрен штраф от 1 тысячи до 50 тысяч рублей. Профилактические рейды на льду стали для спасателей ежедневной работой. Охват территории огромный. Весь Амурский залив. А это почти тысяча квадратных километров. Искать нарушителей нетрудно. Скопление автомобилей на середине залива прекрасно видно с берега. Идти пешком долго около часа. А на автомобиле по льду всего 10 минут. И потому редкий рыбак выберет пешее путешествие. На машине им быстрее, теплее и добраться можно дальше. Тем более, что сейчас в середине января навага держится далеко от берега. И основной клев происходит как раз на середине залива. Задача таких рейдов не наказать, а предупредить. Спасатели раздают памятки с телефонами экстренных служб, ведут профилактические беседы с рыбаками. Все как один соглашаются, что сильно рискуют, выезжая на лед. Интересная реакция рыбаков при появлении спасателей собирает снасти и уезжает со льда единицы. По факту на замерзшей поверхности моря остаются сотни рыбаков. И это в будний день. Выходные больше. Спасатели такую статистику фиксируют, докладывают начальству. Но обойти каждого рыбака на льду, поговорить с ним, вручить памятку и предупредить физически невозможно. Поэтому вывод один. Каждый день будут выходить в рейды, общаться с населением. Как это происходит, смотрите далее. Уважаемые любители зимней рыбалки, я напоминаю, что согласно постановлению администрации города Владисопа, выезд на лед категорически запрещен. Сейчас как бы уже настолько мы здесь свои люди. Они прекрасно знают, что если мы в форме, и если подушка, и если меньше гражданских лиц, значит, приехали с профилактической работой. Поэтому, кроме того, как мы вручим и начнем объяснять им о том, какую опасность они подвергают себя и своей семье, они как-то на нас начинают свободу с нами разговаривать. В конце прошлого года директор регионального фонда защиты прав граждан обманутых дольщиков Александр Подольский, не скрывая, в прямом эфире заявил, что его организацию могут перепрофилировать. Все потому, что со своей основной задачей успешно справились. Проблему обманутых дольщиков в регионе закрыли. На момент 2019-го в крае таких было почти 4000 человек. Согласитесь, цифра огромная. На текущий момент в этом списке нет ни одного человека. Речь идет исключительно о тех гражданах, которые когда-то вложили свои деньги в долевое строительство и пострадали от незаконных действий застройщиков. Проблему общую для всех регионов страны принялись решать в 2019-м. Тогда глава государства дал четкое поручение. В Приморье горы свернули, изменили не только региональные законы, но и федеральные внесли поправки. Но есть и другая тема, требующая пристального внимания руководства регионом. Обеспечение детей-сирот собственным жильем. Скажем честно, проблем многолетней и позитивного здесь мало. Решается со скрипом. Детям-сиротам положено жилье по закону, государство обязано предоставить. Но жилья нет, а вчерашние детдомовцы встают в очередь. Понятно, что такой подход не понравится никому, вызывает только негатив. Какое решение нашли в Приморье? Здесь важны цифры. Если в 2017-м на приобретение квартир для детей-сирот из бюджета края выделяли 300 миллионов, то начиная с 2019 года это уже 3 миллиарда. И, соответственно, вместо 300 квартир регион покупают в три раза больше. В итоге за последние пять лет больше 5000 ребят получили свое жилье. На минувшей неделе этот список пополнили еще 15 человек. Подробнее далее в материале. Прошедший год наиболее показателен. Только в июле 23-го ключи от квартир детям-сиротам вручали дважды. Юрия Чепкова и Валентина Хохловаш надолго запомнят этот день. Ведь они получили ключи от своей собственной жилплощади. Валентина стояла в очереди с 2018-го. И вот мечта сбылась. Волнительно для меня, потому что я первый раз буду получать квартиру. Ну, как бы я ее ждала очень долго. Ну, и очень рада. Край деньги выделяет. Муниципалитеты закупают квартиру. И так уже пять лет. Схема только сначала казалась сложной. Но отработали. Так регион и госзадачу выполняет. И реально очередь. Из тех, кому по закону жилье положено, сокращает. Хочу сказать, что дети у нас получают жилые помещения, в основном те, которые новые. Вот, они светлые, чистые. Все там у нас проведены капитальные ремонты. То есть, они полностью благоустроены. Тот же месяц, июль, настал черед Анны Смирновой, девушка-воспитанница Уссурийского детского дома. Квартиру в новостройке купила администрация Уссурийского округа. Жилье новое, светлое, с ремонтом. Здесь мы будем ставить кухонный гарнитур угловой. Обустроим его как-нибудь уютно. Красивые шторы, стол. Квартиры детям-сиротам город покупает готовые к заселению. Установлена сантехника, водонагреватель, радиаторы, дверь. На кухне есть плита. Заходи и живи. До сих пор, если честно, не верится, что квартиру получили. Тем более, такую хорошую новостройку даже не ожидали. Долгое время вопрос с обеспечением жильем детей-сирот в Приморье не решался. Главы муниципалитетов разводили руками. Мол, денег нет, жилплощадь взять неоткуда. Как только Олег Кожемяка пересмотрел подход к этому вопросу, начал с главного – увеличил финансирование. В городах и поселках появилась возможность приобретать жилье на рынке, заключать контракт и передавать в собственность очередникам. Мне 20 лет, я ждал недолго, получил квартиру быстро. Сейчас буду создавать семью, жить там. Вот планы грандиозные, все счастливы. Спасибо. А это уже январь нынешнего года. Эти молодые люди долгое время не знали, что такое собственный дом, потому что росли сиротами. Теперь у каждого есть квартира в современной новостройке. Жилье в доме на улице полковника Фесюна им предоставил край. Передать ключи глава региона решил лично. Я искренне поздравляю вас с таким радостным событием. Первые после новогодних дней получение квартиры – это хороший знак к тем добрым делам и начинаниям, которые вы будете связывать с этим жильем. Это появление новых семей, это появление новых детей, это детский смех и радость. Детского смеха здесь будет много уже совсем скоро. Сабрина Крахалева с мужем ждали квартиру 9 лет. И получили ее очень вовремя. Ведь через месяц сюда заедет еще один жилец. Сабрина ждет мальчика. Конечно, нравится. Уютно, с ремонтом. Осталось только завести мебель и заезжать жить. Единственное пока что небольшое неудобство – это от остановки добираться до дома. А на машине, конечно, удобно и подъехать, и припарковаться. Квартиры в этом доме получили 15 приморцев. В ближайшее время очередь дойдет и до остальных. В списке детей-сирот, ожидающих свою жилплощадь, еще сотни человек. Но процесс предоставления положенного жилья идет в ускоренном темпе, сбавлять который намерений у региона нет. Пристальное внимание тем, кто управляет небольшими городами, селами и поселками, собственно, муниципальной власти. На минувшей неделе именно это сообщество было в центре внимания президента страны. Встретились на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина. Сила России». Почти 7 тысяч человек со всей страны принимал Владимир Путин. Да, здесь, с одной стороны, было важно повысить престиж службы на местах. Ведь, как известно, в конце 90-х все было не так. Криминал и коррупция процветали. Но время сейчас другое. Страна не то, что после перестройки, а крепла. И вот вам второй момент. До муниципального сообщества современной страны было важно донести нынешние приоритеты. О них и говорил Владимир Путин. Суть в том, что именно главы муниципалитетов находятся на передовой общении с людьми. От того, как они говорят, ведут себя, зависит в целом отношение простых людей к власти. И это чрезвычайно важно сейчас, когда страна столкнулась с агрессией Запада и уже второй год проводят специальную военную операцию на Донбассе, чтобы окончательно разбить вражеские планы по захвату нашей страны. Поэтому осознавать значимость муниципальных служащих сейчас не то, что тренд, реальность. В поселках и селах работа кипит. Там заняты благоустройством дворов и парков. Там строят детсады и школы, спорткомплексы, решают острые социальные вопросы и работают в направлении развития малого и среднего предпринимательства. Как необходимо выстраивать эту работу и дальше? Где стоит работу усилить? Тему продолжу далее с тем, кто в делах муниципальных толк знает. Местные власти – это первые, к кому обращаются люди за помощью в той или иной ситуации. Главы муниципалитетов – это те люди, которые своими руками реализуют национальные проекты, исполняют указы президента. Поэтому, безусловно, есть смысл в улучшении и развитии сферы муниципального управления. Мы находимся здесь для того, чтобы посмотреть и, возможно, перенять опыт других муниципалитетов страны. А еще, конечно же, чтобы продемонстрировать свои успехи. На форуме обсуждаются и темы развития молодежной политики, семейных ценностей, исторического наследства, многонациональности и многоконфессиональности России. Уверен в актуальности и значимости первого Всероссийского форума «Малая Родина – Сила России», который станет шагом навстречу сильной и единой Российской Федерации. Александр Худоложный, директор Департамента внутренней политики Приморского края. Сейчас не переключайтесь, прервемся на небольшой рекламный блог. И вот о чем мы расскажем вам далее. Дальний Восток. Почему президентское внимание к округу так велико? Очередное поражение. Достижения наших на СВО и поддержка тыла разбила в пух и прах планы враждующего Запада. Жизнь волонтеров. Какие еще проекты представят приморской публике в новом году? Еще про точку президентского внимания. Дальний Восток. В начале года состоялся первый проезд по самому большому федеральному округу страны. Владимир Путин посетил Чукотку и Хабаровский край. Про дорогое жилье в Анадоре, свои овощи, потому что на привозные цены заоблачные, что не все гладко с мостами и дорогами, а это для логистики в условиях стратегического курса на Восток, нужно усиливать, что предпринимательскому сообществу нужно больше поддержки. Все это и не только мы узнали, а президент объединил и федеральным министрам поручил детально проработать, чтобы улучшить. Причем улучшить с реальным результатом. Ведь именно такую работу мы наблюдаем уже больше пяти лет. С того самого момента, как Дальний Восток Владимир Путин объявил национальным приоритетом на весь 21 век. Здесь должно быть комфортно жить. Какие именно поручения отдал президент, я проанализировала. И вот основное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два региона объехал, а острые вопросы прицельно обсудил по всему Дальнему Востоку. Эта территория под пристальным вниманием главы государства уже больше пяти лет. Она отдалена от центра, там другой климат и условия жизни суровее. Без комплексной поддержки государства не обойтись. Поэтому в 2015 году Владимир Путин объявил Дальний Восток национальным приоритетом на весь 21 век. По сути, это означало перезагрузку экономики самой большой и отдаленной российской территории. Территории опережающего развития наряду с особыми экономическими зонами должны стать локомотивами преобразований в экономике Дальнего Востока. Своего рода кластерами, притягивающими и аккумулирующими инвестиции и технологии. На этих территориях за счет масштабного налогового стимулирования и упрощения условий ведения бизнеса создается льготный режим для инвестиционной и предпринимательской деятельности вне зависимости от страны происхождения капитала. За последние 10 лет сказанное в делах глава государства, частый гость на Дальнем Востоке, он встречается с губернаторами, лично посещает территории и конкретные предприятия и уже много лет каждый сентябрь в одном месте проводит Восточный экономический форум. Все для того, чтобы еще раз всем дать ясно понять, у России возможности большие, а за Дальним Востоком неоспоримое развитие. Но людям надо жить хорошо, а для этого и условия должны быть соответствующие. И рабочая поездка президента по Чукотке и Хабаровскому краю показала, где слабые стороны. К примеру, многодетная семья из Анадыря попросила распространить на Чукотку программу профильной поддержки, по которой при рождении третьего и последующего ребенка семья может погасить ипотеку на 1 миллион рублей. Такая реализуется в Приморском крае с прошлого года, но и в других регионах рождаемость возросла. Возникла необходимость внедрения такой программы в других регионах Дальнего Востока. На совещании с российским Кабмином глава государства обсудил все, что можно скорректировать и, если надо, ввести новые механизмы. Согласно вашему указанию, данному на Чукотке, мы вместе с Минфином, Минтрудом проработали и готовы оперативно внести изменения в правила программы. И распространить ее действия не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока, где рождаемость в многодетных семьях ниже среднего по округу. Это помимо Приморья и Чукотки, также Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатка и Магадан. Про границы и их пересечения. Самое протяженное на Дальнем Востоке с Китаем. И здесь важна логистика. Российские автомобильные пункты пропуска должны быть готовы к росту объема торговли. Что в рамках разворота на восток в обход западных санкций увеличение уже фиксируют, стало ясно в прошлом году. Раз так, модернизация приграничных КПП будет. Но не только это. Сейчас возникает необходимость создавать склады, транспортные, торговые сервисы на территориях, прилегающих к пунктам пропуска. Чтобы растущий товаропоток создавал больше добавленной стоимости для Дальнего Востока. По вашему поручению, правительство проводит работу по созданию нового пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Авиаперевозки, особенно пассажирские, вопрос острый для всех, кто живет на Дальнем Востоке. Субсидии и напряжения сняли. Авиабилеты уже не так кусаются. Разработан и проект комплексного плана развития воздушных перевозок внутри округа. Действие всех указанных программ субсидирования авиаперевозок продолжено в 2024 году будет. И суммарно на них выделено более 25 миллиардов рублей, из которых более 60% будет направлено именно на перевозки на Дальнем Востоке. Рождаемость выше, жилья строят больше, предприятий тоже. И туризм активнее. Есть рост плюс 40%. И в цифрах в гостиницах в прошлом году становилось на 2 миллиона человек больше, чем ранее. Растак глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил. Настал черед внедрения льготных кредитов для бизнеса, чтобы успеть за шустрыми туристами. Кафе, рестораны и гостиницы должны быть на уровне. На самом деле западный мир не унимается. Вот, к примеру, Урсула Фундерлянин на форуме в Давосе, где нас уже не было, в очередной раз заявила, что Россия проиграла, а Украина вот-вот победит. Кого и чем, правда, непонятно, и за чей счет тоже загадка. И про то, что наша экономика ниже плинтуса, что санкции нас убили. И, внимание, теперь Россия от Китая зависит. Весь этот бред западники смакуют не первый год. Им это самим уже так понравилось, что больше верят своим фантазиям, чем реальности. А реальность вот такая. Вот взгляд бразильского журналиста на то, что в мире происходит. Россия готова всех вытащить из пекла европейской агонии. Мы это уже знаем по прошлому году по результатам встреч со странами БРИКС и ШОС. Они вместе с нами. И глобальное подтверждает жизнь в регионах. Так, 16 января очередную партию бронежилетов «Тигр», а это более 400 штук, передали приморским морпехам. Глава региона отметил высокое качество спецснаряжения. Изготовлено оно во Владивостоке. Бронежилет разработан на основе современных тенденций боя. Весит менее 10 килограммов, но при этом хорошо защищает от пуль и осколков. Вместе со всеми жителями делаем все возможное, чтобы вложить свою частицу в победу, для того, чтобы ребята быстрее вернулись домой. Поэтому думаю, что и эта партия бронежилетов послужит дополнительной защитой наших воинов и еще одним шагом к нашей общей победе. А в среду Олег Кожемяков встретился с родственниками погибшего в зоне проведения специальной военной операции рядового Андрея Машаровского. Указом президента России за мужество и героизм воину 5-й общевойсковой краснознаменной армии присвоено почетное звание Герой России посмертно. Утром 5 марта 2023 года Андрей Машаровский действовал в составе штурмовой группы. Находясь на прикрытии союзных сил, обнаружил приближающуюся группу противника и вступил в ожесточенный бой. Ценой жизни Андрея удалось избежать окружения штурмовой группы, которая занимала важные тактические позиции. И вот вокруг СВО мы все уже второй год сплотились, помогаем, поддерживаем. В тылу кипит большая работа. Об этом мы говорили в декабре с Ульяной Верба. Говорили как раз о волонтерском движении, о конкретных людях, которые помогают бойцам и фронту. Истории неподдельные, честные, как и проекты, которые удалось реализовать и еще есть в планах. Самый главный мой проект с 25 февраля 2022 года – это помощь военнослужащим. С самого начала я создала патриотический телеграм-канал. Мы там делаем по-настоящему важные и правильные вещи. Ну, шутка ли собрать денежные средства на автомобиль или на ретранслятор для ребят. Я лично отправляла гуманитарную помощь, партию «Жгутов». То есть это какая-то вот личная история. А социальные проекты? В этом году у меня было два, на мой взгляд, очень важных проекта, которые положили на меня такой большой отпечаток именно внутри. Я познакомилась с людьми, с нашими волонтерами, с настоящими патриотами. Я сделала серию фильмов о волонтерах. Это душевные фильмы. Там рассказывается о том, кто эти люди, для чего они помогают фронту, чем они живут. И второй проект длиною в полтора года. Я фотографировала волонтеров. Это художественная выставка, единственная на данный момент пока в России. Потому что фотографии собраны со всего Приморского края. Поселки, села, города Приморского края. Таким образом выставка стала краевой. Там я рассказываю про людей, про обычных людей. Важным условием было, что это будут обычные, простые люди. Вот, например, волонтерское движение «Шьем для наших». Вы знаете, руководитель движения «Огняникова Надежда», когда создавала это движение, у нее на руках был грудной ребенок, маленький Сережка. И движение росло. Сейчас порядка тысячи человек у них в группе. Сейчас Сережка подрос и уже на подступах вот-вот должен появиться братик или сестр. Да, семья ждет третьего ребенка. И несмотря на это, Надя ездит за тканью, пакует посылки, руководит движением. И ну как не снять про этих людей? Как не снять про Альфию, которая живет в селе Барабаш, шьет военную экипировку, вещи для госпиталя на аппарат Элизарова до 4 утра. А в 8 часов она идет на работу. Приморский спецназ готовим для наших. Делают супы и каши сухие, вяжут носки. Волонтерское движение «Мама Ира и руки Ангела». У Ирины погиб сын в прошлом году на СВО. И все денежные средства, которые ей поступили, она тратит на ткань для маскировочных сетей. Она говорит, у меня теперь нет чужих. Александр Корзун, который самостоятельно, безвозмездно сделал уже 300 пулеметных ручек, 700 тактических кошек для разминирования. Эти люди спасли не одну жизнь. Кавалерово, держим строй в тылу. Они плетут в Приморье самые-самые большие сети. То есть одна сеть 74 метра, они на одну сеть стоят по 25 человек. Очень сильно помогают. И вот сегодня мы, кстати, повезем в госпиталь подарки от детей из Кавалерово. Детки купили полотенца и свернули их в зайчиков, в лошадок, в котиков. И передали письма для бойцов. Светлана Габова, «Дальневосточные ласточки». Знаете, такое ощущение, что у человека больше, чем 24 часа в сутках. Выставка прошла при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края и лично при поддержке и по благословению владыки Владимира. Владивостокская епархия вообще очень много помогает. Они делают укопные свечи, они также плетут маскировочные сети. И женский монастырь в Раздольном. Матушка Феодосия с сестрами. «Коленопреклонно» каждый день, утром и вечером, поминает более 10 тысяч имен наших воинов. Поэтому народ, люди очень переживают, помогают. И вот это и есть единение. Они все понимают, что наши не придут. Наши – это мы. Выставка планируется расширяться. Я планирую снимать еще очень-очень много людей. И для меня это большая честь – показывать достойных людей и говорить им таким образом спасибо. На 9 мая мы будем представлять эту выставку в еще большем формате. Такие выводы мы сделали на этой неделе. Следующая, не сомневаюсь, будет богата на события. Встретимся в субботу в 20 часов на общественном телевидении «Приморья». До встречи. Ну а темы, которые вас интересуют и которые стоит обсудить, сбрасывайте в мои соцсети.